Так, добрый день еще раз, уважаемые участники вебинара. Я рада вас приветствовать, кто все-таки подключился и готов прослушать сегодняшнюю тему. Я надеюсь, что вы были участниками всех предыдущих вебинаров. У вас сложится общая картинка по подготовке конкурса, по проведению грантового конкурса проектов. Сегодняшняя наша с вами тема по сопровождению проектов. Вместе мы с победителями готовим отчетности, сопровождаем или делаем за них. Я попробую в течение 30 минут обратить ваше внимание на самые основные вопросы сопровождения проектов. Итак, у нас с вами известны победители. Что же, на мой взгляд, является наиболее важным следующим этапом при работе с грантополучателями? Ну, в первую очередь, это работа над договором и, как я ее назвала, работа с договором. То есть, в последующем, то, как вы подготовите договор, какие разделы вы включите, включите ли ответы на вопросы для ваших грантополучателей, которые могут возникнуть у них по ходу реализации проекта, будет и легче вам мониторить и сопровождать данные проекты. Наш сегодняшний вебинар будет направлен на решение вопросов или примеров из практики именно по финансовой части выполнения проекта, не касаясь содержательной части. Итак, вот кто был участником, может быть, летней школы грант-менеджеров, которая проходила в Новосибирске в июне и принимали участие, в том числе и в моих мастер-классах, имеют представление о общих принципах налогообложения целевых средств и видах договоров, которые заключаются для выполнения проектов. Я не буду сейчас подробно останавливаться на каждом из них, а рассматривать пример на основании договора о пожертвовании, как наиболее приемлемый для грантополучателей и грантодателей с точки зрения налогообложения и оформления финансовых отношений. Что же должно быть важным и учтено в договоре? Ну, в первую очередь, обязательно он должен быть заключен в письменной форме и содержать полные реквизиты сторон. Почему именно на это я обращаю внимание, что иногда так случается, что оформляют договор или не читают, или не проверяют сотрудники организации, несмотря на то, что договор должен быть подписан руководителем организации, не дают на проверку реквизиты бухгалтеру организации. И когда уже поступает подписанный договор грантодателю, могут возникнуть проблемы с несоответствием реквизитов и просто будет задержка в получении грантополучателями целевых финансовых средств. На что еще мы обращаем внимание? Очень важной, с моей точки зрения, является составление приложений к самому договору. Не включать отдельными пунктами, а выделить приложениями календарный или план мероприятий, смету и, желательно, формой отчетности с рекомендациями по предоставлению документов по отчетности за целевое использование средств. Ну, по календарному плану мероприятий понятно, да, вот более подробно я хотела бы остановиться на смете. То есть, смета. Вот когда ваши грантозаявители подавали заявки, эксперты рассматривали, да, бывают разные предоставления смет по разной форме, у кого-то более подробно, у кого-то укрупненно, но здесь бы я вам рекомендовала придерживаться одного вида. То есть, желательно, если в пунктом договоре идет укрупненная смета или бюджет по основным статьям, а проверять вы будете потом, когда реализовывается проект, уже на основании, допустим, более подробных комментариев к бюджету или конкретных подстатей финансовой отчетности, которые предоставлялись вместе с заявкой. То есть, какие здесь рекомендации, для чего это делается? Вы, с одной стороны, облегчаете для себя работу, потому что очень часто реализация проекта бывает через некоторое время, иногда даже там проходит несколько месяцев или год в зависимости от конкурса, и могут измениться какие-то планы, могут измениться стоимости товаров или услуг для грант-получателя. Поэтому, естественно, возникает вопрос, и как перераспределить средства. И вот здесь очень важно обязательно внести пункт договора, в каких пределах вы разрешаете грант-получателю варьировать вот этим расходованием средств. То есть, в пределах разумного с одной стороны, но с другой стороны облегчая этим самым себе работу при проверке уже поступивших финансовых отчетов. Ну, пример какой? Чаще всего именно по фонду оплаты труда грант-одатели не разрешают увеличивать эту статью. И прописываются уже более конкретные ставки с процентом занятости, конкретная ставка, умноженная там на количество месяцев и так далее. Но если это другая статья, допустим, мероприятие, когда у вас заложены расходы по компенсации проезда или проживания в участниках ваших мероприятий, понятно, что здесь стоимость оказываемых услуг, стоимость этих расходов может меняться к моменту проведения мероприятия. И вот здесь я бы советовала вам придерживаться того, что проверяйте и на соответствие только итоговую сумму по данной статье бюджета с какими-то отклонениями внутри статьи. При этом обязательный пункт, повторюсь, как я говорила, в пределах какой суммы или в каком процентном отношении вы можете разрешить грантополучателю самостоятельно принимать решение. Варианты могут быть разные, то есть зависит, конечно, и от суммы проекта или это программа от его долгосрочности решения принимать вам. Но, тем не менее, обратить внимание еще на грантополучателя на то, что вот эти изменения внутри статьи, изменения сумм никак не должны повлиять на результаты. результаты проекта и достижения тех результатов или индикаторов, которые были установлены. Но, повторюсь, что это очень сильно облегчит вам жизнь, когда грантополучатель будет знать, что в пределах данной суммы он может принимать решение самостоятельно. Еще вот предварительная работа, если ваш грантовый конкурс допускает или сайт-визит, или, возможно, будут какие-то установочные семинары, обращать внимание, чтобы грантополучатель в обязательном порядке изучил все пункты договора. Потому что при сопровождении проекта, при его реализации, особенно по финансовой части, часто возникают вопросы, что если бы грантополучатель ознакомился с договором, и у вас действительно были бы прописаны все наиболее существенные ситуации, которые могут возникнуть в ходе реализации, то он не обращался бы к вам за консультациями или за вопросами. То есть по договору уже были бы ответы на все вопросы. На формах отчетности мы остановимся чуть позже поподробнее. Хочу обратить внимание на срок договора. То есть когда вот здесь вот на слайде перечислены основные разделы, которые необходимо включить в договор, и срок действия договора, на что обращаю внимание. Часто при разработке и утверждении грантов, проведении грантового конкурса не учитывается тот момент, что после принятия решения опубликования протокола победителей дается очень мало времени на заключение договора, согласование всех пунктов договора, в том числе и бюджета с грантополучателями. И вот здесь, если срок действия договора, допустим, у вас указывается с 1 сентября, реализация проекта в том числе, а решение было принято там 28 или 29 августа, понятно, что возникнут сложности как у грантодателя, так и у грантополучателя. Именно с реализацией проекта. То есть такой маленький срок, невозможно заключить договор. Еще это, конечно, зависит от территории, от возможности, где вы проводите грантовый конкурс. То есть если это достаточно удаленные или территориально расширенные, то нужно обязательно учитывать срок на возможность доставки вам этого договора. Вот пример из практики. Сибирский центр в течение 20 лет уже мы осуществляем такую работу по проведению грантовых конкурсов. Никогда не перечисляем средства на основании сканов договора или копий договора и так далее. То есть обязательно наличие подписанного с печатью оригинала со стороны грантополучателя. Только на основании этого договора уже перечисляются средства. Поэтому всегда необходимо учитывать и давать некоторое время, срок на согласование всех пунктов договора. И чаще всего это относится именно к бюджету, утверждению статей бюджета. Следующий наиболее важный пункт – это процедура и сроки предоставления содержательной финансовой отчетности. Вот по первому слайду мы с вами говорили, что важно в приложении разработать свою форму финансовой отчетности. Есть и содержательные формы, но чаще всего грантодатель соглашается на предоставление такой формы в электронном виде. Финансовая же отчетность, если вы, опять же, убыстряете этот процесс подготовки отчетности и сдачи вам, первоначально можно договориться, что в электронном виде, но затем для того, чтобы действительно подтвердить целевое использование средств, обязательное предоставление именно в бумажном виде форм финансовой отчетности, подписанной и утвержденной руководителем и главным бухгалтером или бухгалтером проекта, расходы с приложением копии всех бухгалтерских документов. Поэтому от того, как вы разработаете эти формы, будут ли они понятны грантополучателям, и вам будет зависеть в том числе и ваша работа, и будете ли вы вместе с ними работать или проверять за них предоставленные финансовые формы. Вот у меня немножко такая объемная для нашего с вами вебинара презентация, с ней можно будет ознакомиться после вебинара на сайте, поэтому я вот сейчас, наверное, пропущу несколько слайдов, которые повторяют мастер-классы школы, но которые, я думаю, что для вас будут важны, если вы еще раз вернетесь к этой теме семинара. То есть это и признаки возмездного оказания услуг договора, то есть вот то, что я говорила вначале, рекомендую использовать договор пожертвования, хотя часто бывает, что заголовок договор пожертвования, а потом по договору используются такие термины, как заказчик или исполнитель. Или иногда необоснованно требуется после завершения проекта оформление акта выполненных работ. То есть здесь тоже это ни в коем случае недопустимо, потому что сразу это другой вид договора, это контракт, это договор о возмездном оказании услуг, и уже невозможно будет тогда его не включать в налогооблагаемую базу и уменьшится общая сумма целевых средств на реализацию проекта. По бюджету проекта. Вот тоже, как я уже обращала внимание, чаще всего эксперты, когда оценивают заявку, ну я бы сказала так, наверное, поверхностно оценивают бюджет, насколько он соответствует предоставленной идее, цели проектам, перечисленным мероприятиям. И уж понятно, что почти никто не пересчитывает арифметику или те ошибки, которые могут быть в бюджете, в заявке. Но когда вы согласовываете бюджет с грантополучателем, уж тем более подписываете договор, здесь нужно определиться по включению в укрупненные статьи бюджета. Бывает, возникает ситуация, что грантозаявитель предполагал, допустим, строительные материалы, это у него прямые расходы по проекту, а в расходные материалы он там включал и скрепки, и констовары и так далее. В зависимости от ваших условий конкурса, утвержденных укрупненных статей бюджета, вот уже на этом этапе согласования вам необходимо четко обговорить и понять, чтобы ваш грантозаявитель, грантополучатель уже, тоже имел представление, какие расходы относить по каким укрупненным статьям бюджета, чтобы легче было вам проверять отчет, ему составлять данный отчет. Так, ну и по бюджету проекта понятно, что он состоит из двух частей. Это бюджет дохода, та сумма, которая утверждена по данному проекту, и бюджет расхода, это укрупненные статьи расхода или, возможно, укрупненные статьи бюджета с более подробной росписью внутри каждой статьи. Я бы еще обратила ваше внимание, опять же, в зависимости от срока реализации проекта и от поддержанной суммы, возможно, разбивка на этапы и на транше. То есть бывают такие ситуации, что уже когда на момент рассмотрения заявок или в процессе согласования договора вам очевидно, что могут возникнуть трудности с потенциальным грантополучателем, уже не потенциальным, уже грантополучателем. И поэтому на ваше усмотрение, даже в рамках одного конкурса по каждому договору можно прописать различные условия. То есть, опять же, зависит, что и сроки могут быть разные, и, как я уже говорила, сумма разная. У кого-то один этап и, соответственно, один транш. Могут быть два транша, а могут быть и больше. Но в пункте договора вы подписываете четко, какое же количество отчетных периодов и, соответственно, траншев именно по данному проекту. И следующий пункт – это сроки предоставления отчетности. Ну, по срокам тоже нужно реально понимать, какие удобные не только для вас, но и для грантополучателей. Опять же, если это территориально отдаленные, то учитывать, как работает у нас почта, есть ли средства на курьерскую почту, чтобы грантополучатель мог уложиться в установленные вами сроки предоставления отчетности. Ну, вот у меня на слайде указано, что обычно бюджет расхода группируется 10 или 15 наименований укрупненных статей бюджета. Ну, обычно, обычно, наверное, меньше 6, ну, максимум 8 статей, да, фонд оплаты труда, как я уже говорила, который не рекомендуется увеличивать в случае изменения каких-то условий в реализации проекта. Командировочные расходы, допустим, расходы на мероприятия, расходные материалы и так далее. При этом бюджет не догма, а инструмент, который поддается корректировке. Но, опять же, вот как я обращала ваше внимание, эти изменения должны быть реалистичны и не должны влиять на реализацию проекта. Потому что, опять же, из практики часто бывает так, закладывали одни статей, какие-то строительные материалы, расходные материалы, потом сроки затянулись, особенно это связано с проектами или экологическими, когда что-то там чистятся речки, убираются какие-то территории, или строительство площадок, когда уже не соответствуют природные климатические условия, уже выпал снег и невозможно заниматься строительными работами. То есть здесь нужно тоже строго контролировать и обращать внимание грантов-получателей на соблюдение как сроков календарного плана, указанных в сроках мероприятий. Будем надеяться, что эксперты, которые у нас оценивали заявки, это учли, и когда принимали решение и поддерживали данный проект, то это было реалистично, это возможно было реализовать. Но при этом внутри статьи может измениться стоимость тех же расходных материалов, оборудования, строительных материалов и так далее. Если вы предусмотрели вот такой пункт договора, который разрешает грантозаявителям самим принимать решение в процентном отношении, в суммовом выражении, то это вам только помогает. Но следующий этап, возникают иногда ситуации, когда значительно большее изменение нужно внести в бюджет. И здесь мы также обговариваем в договоре о том, что грант-получатель обязан предоставить нам запрос на изменение статей бюджета, внесение изменений с обоснованием или экономией по каким-то статьям, где средства перераспределяются. И также указать, что это не будет сказываться на результатах проекта, и все результаты будут достигнуты. по софинансированию также на ваше усмотрение. Очень часто при подаче заявок в условиях конкурса предусматривается возможность или приветствуется софинансирование проектов, дополнительные источники. А вот далее уже при подписании, допустим, договора, вам нужно тоже четко определиться и понимать, необходимо вам собирать отчетность по дополнительному финансированию, включать дополнительные там строчки или колонки финансовый отчет. Или вы все-таки принимаете это в содержательном отчете, то есть когда вам грант-получатель отчитывается в содержательном отчете без предоставления финансовых документов. Если же все-таки вы идете на то, что грант-получатель вместе с документами по расходованию средств проекта необходимо предоставить еще и подтверждающие первичные бухгалтерские документы по софинансированию, необходимо в рекомендациях, чаще всего это делается в рекомендациях к формам отчетности, прописать четкий перечень тех документов, которые вы будете требовать для подтверждения как целевого расходования средств проекта, так и софинансирования. И учитывать реалистичность предоставления таких документов, потому что, опять же, из практики очень часто для того, чтобы заявка была поддержана, потенциальный грант-озаявитель прописывает иногда нереалистичные дополнительные источники финансирования, которые впоследствии он не сможет подтвердить именно финансово, финансовыми документами. То есть здесь решение остается за вами. И вот непосредственно по сопровождению проектов тоже, как я уже говорила, ответы на вопросы, письменные запросы, письменные консультации, то, насколько вы заранее как бы предусмотрите возможности или возникающие вопросы, и уже в договоре пропишите ответы на эти вопросы, будет зависеть то, насколько тесно вам придется с ними взаимодействовать. Но при этом, вот работая со своими грантополучателями, я все время их призываю к тому, что звонить, писать, задавать вопросы можно в любое время, если что-то непонятно. Всегда легче проконсультировать заранее, чем после того, как уже какая-то хозяйственная операция совершена, средства израсходованы, чаще всего уже здесь достаточно трудно внести какие-то изменения. Поэтому только приветствуется обращение в любом виде со стороны грантополучателей. Как я уже говорила, что легче предупредить, чем потом эту ситуацию исправить. И про формы финансовой отчетности немного поподробнее. То есть вот две основные формы, которые у нас с вами рекомендуются приложениями к форме договора. Это финансовый отчет, реестр финансовых операций. Финансовый отчет – это сравнение итоговых сумм утвержденных статей бюджета с теми суммами итоговыми, которые израсходованы в результате реализации проекта. И здесь проверяющий грант-менеджер сравнивает отклонения, укладывается ли они прописанную, если у отклонения есть в ту сумму, которая разрешена уже по договору. Если нет, значит задаются какие-то дополнительные вопросы. На что еще бы обратила внимание, очень часто грантополучатели не заполняют так называемую шапку, наверное. То есть идет реестр финансовых операций, финансовый отчет. Если это большой объем, и не 5, не 10 у вас там грантополучателей, то часто очень трудно вообще сориентироваться, а чей это проект, а если у организации несколько конкурсов, а что это за организация, какие периоды, на основании какого договора реализуется проект. Поэтому вот в этой шапке указывается обязательно финансовый отчет, за какой период предоставляется, по какому проекту, название, на основании какого договора и так далее. Из практики, даже несмотря на наличие вот этой вот шапки, зачастую, когда отправляешь эти формы, получаешь, они опять же не заполнены, вообще нет указания, ни договора, ни названия проекта. И я бы здесь рекомендовала, наверное, еще учить своих грантополучателей некоторой культуре деловой переписки. То же самое, если вы принимаете эти отчеты в электронном виде, иногда вот если мы работаем с достаточно отдаленными территориями, где не всегда еще, к сожалению, даже в наше время есть возможность через интернет, по электронной почте отправить договоры, поэтому договариваются сват, брат и так далее. И приходит мне финансовый отчет без указания, какой номер проекта, какой вообще конкурс, кто прислал, что прислал. То есть вот здесь, обращаю ваше внимание, если есть возможность до начала реализации проекта, проведите тоже такой мини-семинар по культуре делового общения и предоставлению форм отчетности. Ну, на следующем слайде такие общие, наверное, критерии по предоставлению финансовой отчетности и подтверждение целевого использования средств. Ну, у нас время вебинара подходит к концу, может быть, есть уже какие-то вопросы, что-то вам было непонятно, на что-то обратить внимание. Пожалуйста, пишите или задавайте чать. Вот я вижу, пока ни одного вопроса нет. Так, ну, пока, может быть, вы сориентируетесь или сформулируете вопросы, я бы еще хотела остановиться, наверное, на вернемся немножко назад, на документах, которые необходимо грантополучателям подтвердить. То есть, вот эти рекомендации по перечню документов также необходимо включить к приложению к договору, потому что на основании вот этих утвержденных рекомендаций вы будете проверять отчетность и у вас будет возможность со ссылкой на то, что грантополучатель был осведомлен, предупрежден, какие документы ему необходимо предоставить. И здесь, чем это связано, что также все-таки, несмотря на то, что средства целевые, очень часто у нас как бы предоставляются документы, скажем так, в кавычках, которые не соответствуют законодательно утвержденным формам и не могут подтверждать целевое использование средств. И чтобы предотвратить такую ситуацию, что уже средства израсходовали, вам предоставили документы, они не соответствуют, для этого и делаются вот эти рекомендации с четким перечнем предоставления форм бухгалтерской отчетности. Так, вот у нас первый вопрос. Как в вашей практике документально оформились отношения с инициативной группой граждан? Сразу скажу, что с инициативными группами граждан мы не работаем. То есть, к сожалению, наше законодательство российское не предусматривает какой-то определенной формы или вида договора, который бы вносил ответственности можно было бы спрашивать с этой инициативной группой за целевое расходование средств. Наверное, да, содержательно они смогут выполнить проект. А как спросить с инициативной группой? То есть, у нас есть юридические, это может быть организация, юридическое лицо, и бывают конкурсы, которые проводятся даже на бюджетные средства. Я здесь могу привести пример нашей администрации Новосибирска, которой до сих пор грантополучателями могут быть в том числе и физические лица. Но там оформляется не договор пожертвования, а считается субсидией. Субсидии сразу из общей утвержденной суммы перечисляется, удерживается подоходный налог в сумме 13% и только оставшаяся сумма. И есть большие проблемы с предоставлением финансовой отчетности по подтверждению целевого использования средств, если это физические лица. Потому что если придерживаться законодательства, когда выдается в такой юридической форме, как субсидия, то у грантодателя нет никаких рычагов или возможностей для того, чтобы призвать это физическое лицо в случае целевого использования или как-то вернуть эти деньги. Подоходный налог заплатил, дальше делаем с оставшейся суммой все, что считаем нужным. Так, вопросов все-таки нет. В общем, еще, пожалуйста, если есть у кого-то вопросы. если вопросов нет, то мы можем закончить тогда наш вебинар и презентации, если вас заинтересовало, вы можете воспользоваться, она будет размещена на сайте проекта, сайте организации, и если какие-то еще вопросы у вас возникнут в последующем, вы также можете указан адрес у нас здесь, Катя Лычева, задавать вопросы на эту электронную почту, и в последующем я рада буду ответить на возникающие вопросы. Все, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...